Это новости на канале Энск 49. Мы выходим в эфир из домашней студии. Здравствуйте и смотрите сегодня. Динамика положительная. Роспотребнадзор разрешил Новосибирской области перейти на второй уровень снятия ограничительных мер. Теперь все пациенты смогут получить плановую медицинскую помощь и пройти диспансеризацию. Концертов в два раза больше. Новый директор филармонии рассказал о планах по увеличению концертной деятельности коллективов. Звезды Ордынки. В рабочем поселке Ордынское прошел финал конкурса «Проект Ордынка». В Новосибирской области возобновляется оказание плановой медицинской помощи и диспансеризация населения. Соответствующее разрешение от Роспотребнадзора уже получено. Как складывается ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе? И на каком этапе находится создание вакцины от COVID-19 в Новосибирском центре «Вектор» расскажет Василий Акимов. По данным оперативного штаба, на утро 17 августа в регионе зарегистрировано более 10,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 53 за последние сутки. Свыше 9 тысяч пациентов уже выписаны с выздоровлением, причем 67 за минувший день. Таким образом, количество выздоровевших превысило число заболевших. Скончались еще три пациента. Мужчина, которому было 82 года, и две женщины в возрасте 67 и 70 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 315 человек. В отделениях реанимации находятся 58 человек. Из них на аппаратах искусственной вентиляции легких – 12 пациентов. Складывающаяся ситуация с распространением COVID-19 позволила учреждениям здравоохранения начать поэтапный переход на работу в обычном режиме. Это позволит приступить к оказанию плановой медицинской помощи и диспансеризации. Разрешение на переход на второй уровень режима исключения и самоизоляции было получено от Роспотребнадзора еще в минувшую пятницу. А посетившая в понедельник наш город глава этого ведомства Анна Попова отметила достижение региона в борьбе с коронавирусом. Регион достаточно непросто входил в эту ситуацию, учитывая элементы из-за ковидного нигилизма на старте, что обусловило определенный рост в самом начале. Но затем и отношения жителей, так я понимаю, и главная готовность медицинского сообщества, моих коллег из Роспотребнадзора, активное участие в организации и активная работа по организации работы штаба правительства области и губернатора безусловно сработали в плюс. И мы сегодня видим стабильную ситуацию, а последние две недели улучшающуюся, динамично улучшающуюся ситуацию в темпе роста 0,6-0,7. Это средний российский темп на сегодняшний день. Сейчас проводятся клинические испытания вакцины от коронавируса в Центре вирусологии «Вектор». Постам Анны Попова все добровольцы чувствуют себя хорошо. Тем, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных эффектов, никаких реакций. У нас нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения. Абсолютно точно в каждой стране и в Российской Федерации в первую очередь должно быть несколько вакцин разных. Во время визита в Новосибирск главный санитарный врач обсудила с губернатором Андреем Травниковым готовность к сезону эпидподъема острых респираторных заболеваний и к началу учебного года. Хотелось бы пройти осень и зиму так же ровно, как мы прошли прошедшую зиму 2019-2020 года. Специалисты говорят, что расслабляться пока рано. Коронавирус еще не побежден. Кроме того, послам Анны Поповой сочетание разных инфекций очень опасно. А именно такая ситуация может сложиться в Новосибирске предстоящей осенью. Так что средства индивидуальной защиты от вирусов и соблюдения социальной дистанции по-прежнему актуальны, как минимум на ближайшие месяцы. В Новосибирске в сфере культуры продолжаются кадровые перемены. В этот раз коллективом филармонии министр культуры представила нового директора. Подробности в нашем сюжете. В Новосибирской филармонии состоялось официальное знакомство с новым руководителем Сергеем Бочарниковым, который до этого момента работал заместителем директора по работе со зрителями Московского академического театра «Сатиры». Нового директора представила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. Для Новосибирска Сергей Бочарников – человек не новый. Раньше он работал главным администратором и заместителем директора по развитию в Новосибирском театре «Глобус». Задача была поставлена все-таки усилить филармонию. Вы понимаете, что поиски шли сначала по нашему кругу, а потом нам пришла в голову гениальная мысль. Почему мы ищем по нашему кругу? Надо искать наших родных, но в Москве, Питере и других городах. По словам министра культуры, Сергей Бочарников непосредственно принимал участие по организации и проведению рождественского фестиваля. Поэтому театрально-гастрольную работу знает САЗОВ. Хочу напомнить, что после Государственной архитектурно-строительной академии дважды получал образование в сфере культуры. Сначала Московский государственный университет имени Ломоносова, специальность именно высшей школы культурной политики и в гуманитарной сфере менеджмент в культуре. И, наконец, получил дополнительное образование в Российском институте театрального искусства по программе «Директор театра». Сейчас перед новым руководством филармонии стоят большие задачи, связанные не только с внутренней реструктуризацией отделов и планированием работы коллектива, но еще дополнительно ложится нагрузка по концертной деятельности творческих коллективов в селах области. Мы вот с сегодняшнего дня с чистого лица начнем работать и там посмотрим, какие взаимоотношения у нас сложатся с коллегами, с коллективами. Мы постараемся, чтобы филармония работала в едином русле и работала исключительно на творческие замыслы, на творческие перспективы и давала хороший, качественный продукт новосибирской публике, публике Новосибирской области и представляла достойно Новосибирскую область на концертных площадках России и, может быть, мира. Первый концерт филармонии обещает дать 4 сентября. В 2022 году она планирует увеличить в два раза количество концертов, охватить концертными программами все доступные и приемлемые городские площадки. Ну а нам остается только дождаться начала всех концертов и стать активными зрителями творческих проектов филармонических коллективов. Наркодилера, перевозившего крупную партию синтетических наркотиков, задержали под Новосибирском, подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Подробности полицейской спецоперации в нашем материале. Два килограмма синтетических наркотиков изъяли новосибирские полицейские у 28-летнего жителя Красноярского края. Приобрел у них предположительно в Новосибирской области и собирался продавать через интернет и закладки. Однако доехать до дома с ними так и не смог. На 1393-м километре трассы Иртыш автомобиль наркодилера был остановлен полицейскими при силовой поддержке отряда специального назначения ГОМ областной полиции, а 4 полимерных пакета с наркотическим средством синтетического происхождения изъяты. Таким образом, поступившая ранее оперативная информация о наличии у Красноярца крупной партии запрещенных веществ подтвердилась. Уже возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить канал поставки синтетических наркотиков регион и лиц, причастных к его незаконному обороту. Вот уже август перевалил за половину. Прошел медовый спас, скоро наступит яблочный. Началась пора сбора урожая и ярмарок. Одной из первых в Новосибирске начала работать ярмарка отборного меда. Почему любители этого продукта предпочитают приобретать мед именно в медовый спас, узнаете из нашего сюжета. Именно в середине августа мед созревает, набирает силу. Именно в августе у пасечников появляется возможность самим напрямую пообщаться с покупателем. Ярмарка отборного меда в Новосибирске проводится уже не первый год. В этом году в ней приняло участие 35 пчеловодов из Сибири, Алтая и Кузбасса. Пчеловоды на суд жюри и покупателя представили более 10 сортов меда. Это и разнотравья, дягилевый, липовый, подсолнуховый, гречишный и даже мед с запахом басильков. Для того, чтобы принять участие в ярмарке, необходимо не только иметь свою пасеку, но и пройти все ветеринарные экспертизы по качеству меда у себя в районе. Потом пройти лабораторные исследования еще и в Новосибирске. Специально в августе приезжают пасечники, прямые производители. И все эти пасечники – это титулованные пасеки. Это победители медовых конкурсов, первые, вторые, третьи места, гран-при. И пасечники выбираются со своих пасек только на 1-2 месяца максимум. Потом у них очень много работы. И поэтому традиционно в день медового спаса, ну и мы захватываем дни до медового спаса и после медового спаса, работает ярмарка отборного меда. Мед, как и хлеб, продукт трудоемкий. Для того, чтобы собрать 1 грамм меда, пчеле необходимо облететь 2000 цветков. Поэтому ценность этого продукта оценена не только пчеловодами. Господь же пчелу сотворил такую труженицу, что мы всегда говорим, что трудится, как пчелка. То есть это, наверное, единственное такое насекомое, которое полезно во всех видах. И мед от него полезен. И даже когда оно умрет, пчелиный подмор и тот полезен. Ярмарка отборного меда расширяет свои привычные границы. Она наполнена конкурсами, концертной программой и форумом пчеловодства. По словам директора ярмарки, на форуме люди получили информацию из первых уст о полезных свойствах каждого сорта меда и всех продуктов пчеловодства. Был проведен конкурс на лучший улей. Опытные пчеловоды уже не первый год принимают участие в этом проекте, но есть и новички. Муж захотел помочь моему дяде, чтобы пчелы не роились. Когда прочитал информацию и влюбился в пчел, вот так вот наш первый улей. С этого началась наша история. Пчелы – это божие существа. И кто занимается пчеловодством, все очень хорошие люди. На ярмарке работала межрегиональная жюри. Оно определило победителей конкурса «Лучшие меда Сибири» и «Алтая». На основе данных лабораторных исследований представленных образцов меда была дана органолептическая оценка его качества. Гран-при конкурса присуждено пасеке Романовых за уникальный мед «Доник» «Эспарцет» село Лукти, Машковский район, Новосибирской области. По народным приметам, если вы купили мед в медовый спас, то при употреблении первой ложечки нужно загадать желание, и оно сбудется. Ну а какое желание можно попросить у самого полезного продукта? Конечно, здоровья. Два дня музыки, радости и волнений. В Ордынском прошел финал музыкального конкурса имени Татьяны Снежиной и Сергея Бугаева «Проект Ордынка». Чем в нынешнем году порадовал этот конкурс, уже в 12-й раз проходящий в нашем городе, смотрите далее. Эпидемия коронавируса не стала помехой для проведения очередного 12-го конкурса исполнителей Ордынка. Хотя, конечно же, пришлось предпринимать различные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. А финал в Ордынском минувшие выходные в этом году прошел без зрителей. Неизменными остались хорошее настроение и море позитива, которое дарит всем участникам и зрителям этот телевизионный конкурс. Главное в этом конкурсе – талант и индивидуальность, способность раскрыть свою душу и заинтересовать слушателей. Традиционно конкурс начинается в марте, когда наша телекомпания приглашает всех желающих придять участие в кастингах. Потом – работа под руководством профессионалов, мастеров своего дела. Ставится голос, сценическое движение, костюм. В финале 30 претендентов на победу в конкурсе приезжают в Ордынское, родину Сергея Бугаева, чтобы выступить перед его земляками в финале конкурса. 12 лет, 49-й и Ордынка, они стали единым в целом. Конкурс, который мы организовали со своими друзьями, в памяти наших друзей Сергея и Татьяны, через него прошли многие десятки, сотни и тысячи молодых людей. Молодых и не очень. По итогам 20-го года второе место разделили между собой Галина Волкова и Алексей Русских. Первое досталось Надежде Казарцевой. Телеверсию, происходившего на сцене в Ордынском, уже вскоре вы увидите на нашем телеканале. Так что следите за телепрограммой. Напоминаем, что смотреть наш эфир и присылать свою информацию теперь можно и в мобильном приложении. Для этого зайдите на своем смартфоне в Play Market или App Store и бесплатно скачайте приложение ENSK 49. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте ensk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Далее в эфире прогноз погоды. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч!